Индюк, спас Америку и в благодарность стал традиционным блюдом доброго времени суток. Постоянные мимо проходящие читатели. Угадайте нашего сегодняшнего гостя, красный нос, да лысая головка, меж кустов шныряет ловко. Нет, это не сосед Аркадий, прячущийся в пьяном угаре от органов правопорядка. Мы познакомим вас с единственным существом, который боится дня благодарения, как огня. Встречайте главного зодиру местных полей и огородов, индюка. В дикой комплектации существует всего два вида индейка и оба обитают исключительно на территории Америкасии. Ареал наших гостей простирается от Мексики на юге и до Канады на севере. Индейок чаще всего можно встретить в редких лесочках и на больших полянах. Стайка из 10-20 особей неспешно бродит по лугу, выклевывая себе на покушать. Излюбленное лакомство – высококалорийные плоды, орехи, ягоды, коренья. Но и от семок в голодные времена печуга не откажется. Животинки активны в предрассветное и сумрачное время. Днем отдыхают, а ночью, дабы обезопасить свой сон от внезапного вторжения незваных хищников, забираются на ветви деревьев. Индюки – самые крупные представители отряда курообразных. Акаты, как петушок, кукарекал мотивирующиеся тапки. Этот громил овесом 5-11 килограммов набирал массу и тихо качался в зале. Как и у большинства гаремных птиц, пацаны и пацанесы вида сильно отличаются друг от друга. Самцы украшены богатым оперением по размерам превосходят самок вдвое. Также их выделяют отростки на носе и шее. Их цвет зависит от настроения животного. Если пичуга агрессивна или возбуждена брухля, наливается кровью и краснеет. Особенно это заметно во время атакования. Брачное ухаживание продолжается в период с марта по апрель. Все это время самцы, накохлившись, демонстрируют всю свою крутость, хвастая веселькой на носу и трясяти лесами. Зрелище далекое от захватывающего, но индейки охотно ведутся на показную напыщенность. Куда интереснее бой кавалеров за горем. Индюки живут по пацанским понятиям. Группа из самцов-братьев устраивают разборки стенка на стенку ради горячих цыпочек. Обычно все обходится устрашающим курлы, но если угрозы не помогают, парни переходят к действиям. Главарь шайки, самый матерый и сильный самец из выводка, сходится в схватке с альфачом из конкурентной банды. В случае победы самки достанут сын. Родственники же помогают одолеть противника, несмотря на то, что дама семенит только доминантный самец группы. Кредо брат за брат обуславливается тем, что индюки борются за продолжение семейного рода, а не личного. Самка может спариваться с несколькими самцами. Итогом бурных весенних ночей становятся желтоватые яйца. Их индейка откладывает 10-14 штук. После месяца инкубации цыплята индюшата появляются полностью дееспособными. Уже через пару минут после вылупления, малышня способна шустро следовать за мамкой. Филейные части индейки во все времена являлись излюбленным кушанием хомосапенцев. Впервые их приручили индейцы Южной и Центральной Мексики. Индюшатина была одним из основных продуктов ежедневного рациона. Мясо ценилось за высокую питательность и калорийность. По достоинству качество птиц оценили и пришлые белые люди. Индейка уберегла тысячи европейских переселенцев от голодной смерти. В память об этом, американцы каждый год запекают своих пернатых спасателей в День Благодарения. Мда, странные у них представления о благодарности. Ох уж эти американцы.